Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17-18 стих. Продолжаем рассуждать, размышлять об этих словах. В предсоборном таком размышлении, подготавливаясь к собору преображения Господнего, Преображенский собор, 19 августа, всего 2017 года. И вот в этом размышлении вновь читаю из Коринфян, 2 Коринфянам, 3, 17-18. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, Преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Как в зеркале. Что мы видим в зеркале? В зеркале, в обычном, вот сейчас мне нет, ну вот если телефон здесь сейчас отключить, так вот, то, ну как бы, можно как в зеркале, вот я себя вижу, допустим, так смутно, но вижу. В телефоне можно себя увидеть тоже, кстати, да. Ну, как в зеркале, я вижу себя. Ну, а что мы видим в зеркале Слова Божьего? Себя, но какого себя? Себя нового? Иисуса Христа. Я взираю в зеркало Слова Божьего и вижу себя Иисуса Христа. Это потрясающе. То есть, получается, я Иисус Христос, Дух Святой живет во мне. Каждый верующий, мы же называемся даже так, христовыми называемся, христианами называемся. Христианин – это Христов человек, это Христос в нас живущий. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Вот это и есть христианин. Многие думают, что христианин – это такая молва, такое есть заблуждение, что христианин – это тот, кто, допустим, крещен в христианстве, обращен в христианство. Тот, кто ходит в христианскую церковь, в какую-то конфессию, деноминацию. Тот, кто верует в Иисуса Христа. Тот, кто проповедует Иисуса Христа, допустим. Да мало ли, как праздники христианские чтит, что-то еще, не знаю. Десятину дает, пожертвования приносит в храм. Нет. Нет и еще раз нет. Христианин – это Христос, живущий в нас. Мы говорим «Христос», подразумеваем «Христианин». Мы говорим «Христианин», подразумеваем «Христос». И только так, христианин, новое творение. Я взираю на славу Божью. Да, получается, в зеркале я вижу славу Божью. И это потрясающе. Вот, и это удивительно. Потому что я не вижу себя, Сергея Журавлева, прежнего. Я вижу Сергея Журавлева, но уже с маленьких букв. Потому что все, я растворился в его любви, а он растворился во мне. Я вижу Христа Иисуса, взирая в зеркало. Да, Слово Божьего я вижу. Так это нет, так это не Сергей Журавлев, это Иисус Христос. Да, это Иисус Христос. И мне очень понравилось, я проповедую в разных церквях, разных конфессиях. И проповедую в разных динаминациях, православных, протестантских, католических, различных церквях, различных направлений. И мне понравилось в Москве собрание, где же было у нас собрание? Армия спасения. И какая-то еще церковь там собиралась. И там сделан такой образ, со стороны издали Иисус Христос. То есть его силуэт узнается, как обычно изображают. Вот такой контур, такой своеобразный, уже узнаваемый контур. И издали это именно как раз так и смотрелось. То есть издали это смотрелось таким контуром и абрисом, и как будто бы это Иисус. Но чем ближе подходишь к этой картине, к этому образу, тем больше, конечно, замечаешь, что что-то не то здесь вообще. Что-то не то. Потому что само это изображение состоит из множества, сотен и сотен различных маленьких таких изображений. Маленьких таких картиночек. И когда подходишь к этому большому образу уже, эти маленькие вот эти картиночки, они изображают людей различных. Различных национальностей, различных там рас. и множество этих лиц. И когда подходишь ближе и ближе, то видишь, что все это огромное изображение, оно состоит из таких маленьких этих модулей. Этот модуль – это какое-то лицо, какой-то образ, какое-то изображение. Их множество. И мне это так впечатлило. А, нет, в армии спасения там был просто контур человеческий, а то было еще, по-моему, в корейской церкви. Но не суть важна даже. Не суть важна, в какой именно. Суть важна, мне запомнилось, как художнику, вот эта вот импрессия сохранилась. И у меня родился тоже такой эскиз, такого образа Христа, вот как обычно изображают, но изображение тоже, опять-таки, из различных вот этих вот людей. Белых, черных, красных, разных людей. Желтых, разных рас. Азиаты, негроиды, белые люди. Разные-разные. И разного цвета волос. И вот, чтобы они вместе составляли вот такой образ Христа. Это очень красиво. Это очень прекрасно. Потому что, действительно, мы верующие, да, люди, возрожденные, вместе одно тело Иисуса Христа. Один Христос. Одна вера. Один Господь наш. Спасибо Ему за все. И взираю, вот сейчас я смотрю, вот сделал тоже, выключил телефон, вот и вижу сейчас вот просто, как бы себя, да, вот в шляпе своей, да. Но я вижу не просто себя, Сергея Журавлева. Я повторяю, я вижу сейчас Иисуса Христа. То есть я взираю на Слово Божье, и я взираю на Иисуса Христа. Да, и вижу я, это Иисус Христос. Христос Иисус, это я. Потрясающе. Потрясающе. И это действительно великая благодать. Благодатью я спасен через веру. И это не от меня. Это не от нас. Это Божий дар. Это Божий дар через веру во Христа Иисуса. Новая жизнь. Новое все. Новая судьба. Новые счастья. Новая радость. Новые перспективы. Все новое. И я еще раз прочту это слово. Ну вот, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Где сейчас Дух Господний? Он вездесущий, все наполняющих мы восклицаем, да? Поем, воспеваем. Царю Небесный, Утешитель, Дух Истинный. Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны. И ты спас благое души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Хвала Тебе. Мы восклицаем Господу. И Дух Святой живет в нас. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас.